Ну и сегодня коротенький интерактивчик по такому важному для всех животрепещущего вопросу это удар справа. И речь сегодня пойдет о такой теме, как пропущенная точка удара. Пропущенная точка удара в данном уроке будет обсуждаться, как реально существует реально пропущенная точка удара. Тогда, когда мяч залетел за вас, вы не успели, и вам приходится уже отыграть мяч из-за спины. И условно назовем это мнимо пропущенную точку удара. Тогда, когда точка удара, мяч находится впереди вас, а выглядит со стороны так, как будто вы его пропустили. И здесь причина очень простая. Я вам ее сейчас покажу. Сразу хочу перед, даже перед началом, ответить, что существует из всех просмотренных нами игроков один игрок, который не вписывается в данную теорию, в данную систему, и он играет великолепно справа при этом. Это Бердих, Томас Бердих. Я покажу именно, что и как он делает. Я не буду забегать вперед. Так вот, речь пойдет о том, когда вы встречаете мяч впереди себя, вот в этом месте, то это ваша оптимальная точка удара. Тогда, когда плечо, плечо, локоть, запястье находятся на одной линии, вы в этом месте можете создать еще поступательное движение. Вот эта точка удара не пропущена. Возьмем условно, что мяч остался на месте, а ваша рука не успела выйти вперед, то есть у вас запястье отыграло слишком быстро вперед. Вы не дотащили колпачком вынос вперед, кисть распрямилась, и вот в этой же самой точке рука не дошла сантиметров 15 до нужного места. И со стороны вам тренер всегда будет говорить, или вы сами будете чувствовать, что вы пропустили мяч. Хотя мяч и в первом, и во втором случае вы берете в одном и том же месте. Вот это будет шлепающий удар. Вот при таком выносе, в следующем вашем будет движение, движение головки наверх, а локтя в сторону. Томас Бердик при этом движении великолепно додавливает плечом вперед. Его коронный удар – это кросс. Все остальные удары – линию справа, и обратный кросс он выполняет хуже. Именно вот из-за этого движения. Но кросс в ударе справа у него один из лучших. Пожалуй, может сравниться с Фидерером, а скорость мяча может быть даже и выше. Но если вы внимательно посмотрите его матчи, то средняя стабильность Томаса – это 5-7 ударов. Дальше идет либо удар на вылет, либо ошибка. Больше стабильности он себе не может позволить. Именно из-за того, что у него нет достаточного контроля струнной поверхности и мяча. И еще раз показываю, что вы начинаете выносить ракетку колпачком, и ваша кисть слишком рано отыгрывает наружу, рука не доходит вперед вместе с плечом, и получается как бы видимость пропущенной точки удара. Если же ваше основание ладони вышло больше вперед, вот здесь создается гораздо более жесткая конструкция, рука может идти дальше вверх и создавать необходимый контроль с мячом. Соответственно, после этого вы можете уже делать окончание. Надеюсь, урок вам понравился. У нас скоро выходит большое количество уроков именно по удару справа, где все эти моменты будут описаны в разных ракурсах и с разных сторон. Так что, надеюсь, вам это поможет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин